Автомат Калашникова 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 Суда, по мнению господина Хадеева, пошатнуло решение судьи о назначении психиатрической экспертизы вопреки некоторым российским законам. В статьях 4, 7, 8, 9, 10, 23 требуется, чтобы судмецэксперты проводили экспертизу только на основании собранных и представленных фактов и доказательств, чего экспертами вообще никак не было сделано. Я считаю, что судмецэкспертиза носила фальсификационный характер и подлежит полной отмене. Другими словами, врачи составили некий документ, подтверждающий, что дедушка был невменяем два года назад. И судья быстренько, пока господин Хадеев лежал в больнице, признает его оккупантом и лишает квартиры. Мне совершенно непонятно, а как суд рассматривал данные, это дело, если, получив заключение экспертизы, получается, что человек недееспособен. Когда он недееспособен, он не может сам представлять свои интересы по закону. Он меняемый человек, очень деловой, очень активный, бегал в магазины, знал хорошо всякие законы. Как такое могло произойти, с этим вопросом Фитиль обратился в Никулинский суд. В общем, господин Хадеев стал бомжем. Ему даже не вернули деньги, уплаченные по договору. Суд затянулся на годы. Отдела по облапошиванию Хадеева после смерти дедули продолжила его внезапно объявившаяся дочь, которая сорвала с квартиры все пломбы и установила новую дверь. По вопросам незаконного взлома двери в моей квартире и срыва четырех печатей, милиции ДЭЗа, я обращался к генерал армии Нургалиева, министру МВД. Обращался во все органы милиции районной и западного округа, во все органы прокуратуры и суды. Но никакой помощи, защиты моих прав я не получил. Конечно, Хадеев, как бывший военный, выживет и в полевых условиях. Вот в такой палатке и зимой, и летом. Но поди ж ты, захотел ведь жить в квартире. И ведь он имеет на это право. А то, что один в поле не воин, это гражданин Хадеев вполне ощутил на собственной шкуре. Исходя из моего дела, исходя из других дел, которыми я сталкивался с гражданами, я считаю, что судьи принимают меры, вынуждающие граждан нанимать адвоката. Это я вывел в такую формулу, что нет адвоката, нет отката, привет солдатам. Солдаты и штатские, помните, если вы купили квартиру или какую-то другую недвижимость, то прикинувшийся сумасшедшим продавец может легко отсудить их обратно. Было бы желание у судьи. У людей просто выселяет в некуда. К сожалению, это так. И суды выносят такие решения. И получается, что скоро будет очень много бомжей. Которые исполняют закон о воинской обязанности, которые исполняют другие законы, которые добросовестные граждане, которые честно трудятся. А получается, что совершенно все против них. И где здесь закон? Судья никаких комментариев не дает. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Самый гуманный суд в мире!